ё-моё вот ой господи все у меня через одно место так то стой всем привет всем привет меня зовут авиарина дарья и это долгожданное видео о лучшей игре на бумаге в клеточку по моему мнению так а вы точно смотрели предыдущий ролик топ 10 лучших игр на бумаге в клеточку который составлен по моему мнению что-то я сомневаюсь или все же смотрели в общем кто не смотрел ставьте вот это видео на паузу переходите вот тут по аннотации или по ссылке в описании смотрите сначала предыдущие видео а потом возвращайтесь к нам и узнаете какая же игра самая лучшая ну что ж время огласить победителя барабанная дробь и лучшей игрой на бумаге в клеточку по моему мнению становится и достойно просто выхватывает у всех победу игра гонки на бумаге поздравляем сейчас я вам о ней расскажу научу как же в нее играть но и наверное объясню почему она стала лучшей игрой на бумаге в клеточку ну что ж гонки на бумаге это замечательная игра имитирует автомобильные гонки причем имитирует настолько увлекательно что вы совершенно точно проведете за ней не один час несмотря на то что гонки то потенциальная тактическая игра играть нее интереснее быстро не размышляя слишком долго над очередным ходом ведь настоящие гонщики принимают решение за доли секунды правила этой игры легче понять чем объяснить словами играют в гонке двое или более игроков на бумаге в клеточку на которой предварительно нарисована трасса область гонок она может быть любой все зависит только от вас игроки по очереди рисуют линии свои гоночные траектории каждая гоночная траектория это непрерывная ломаная с вершинами в узлах клеточной сетки в свой очередной ход игрок рисует новый отрезок своей гоночной траектории руководствуясь следующим правилом можно повторить свой предыдущий ход отклонившись по горизонтали и вертикали не более чем на одну клетку иными словами разгоняться или тормозить может не более чем на одну клетку в каждом направлении а также смещает свою траекторию движения направо и налево можно также не более чем на Если гоночная траектория игрока выходит за пределы трассы, то этот игрок выбывает из гонки. Или есть альтернатива для игры вдвоем, когда игра просто не может продолжаться уже с одним игроком. Игрок, выбавший за пределы трассы, пропускает один ход и начинает с нулевой скорости движение от места столкновения. Если в какой-то момент машины, то есть концы гоночных траекторий, двух игроков оказываются в одной точке, ну или трех игроков, хотя такое по-моему очень редко встречается, то оба игрока выбывают из гонки. Произошло столкновение. Выигрывает тот игрок, который раньше других пересечет финишную черту. Ну что ж, давайте разберем подробнее основное правило. Предположим, что предыдущий ход игрока был на 4 клетки по горизонтали и 2 клетки по вертикали. Мы можем мысленно продолжить этот ход и от получившейся вершины мысленно во все стороны отложить по одной клетке. Это и получается диапазон возможного следующего хода. Получившийся квадрат содержит всевозможные текущие ходы игрока. Предположим, что игрок решил затормозить по вертикали, но разогнаться по горизонтали. Тогда его следующие возможные ходы определяются новым квадратом. И так далее. Из этого правила, в частности, следует, что первый ход может быть только на одну клетку. Давайте в качестве примера разберем следующую гонку. Игроки синий и красный соревнуются на знаменитой трассе А1 ринг. Сейчас Red Bull ринг. На которой с 1970 по 2003 годы 25 раз с перерывами проводилось Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы 1. Да, да, да и еще раз да. В гонки на бумаге можно играть на реально существующих трассах. Вы спросите, а откуда их взять с такой вот точной достоверностью? А я вам отвечу. Загляните-ка ко мне в описание под видео. Там будет ссылка на файл с несколькими реально существующими мировыми трассами. Эти уже нанесенные на бумагу в клеточку трассы, то есть, как бы так скажем, готовый шаблон, вы можете использовать при игре в гонке на бумаге. Так что заходите в описание и скорее скачивайте эти трассы. Но также не забывайте, что когда ты сам рисуешь трассу, в нее гораздо интереснее играть. Особенно, когда вы вводите такое нововведение, как препятствия и разные развилки. Развилки вообще очень классная вещь, потому что игрокам придется выбирать. Поехать по более длинному маршруту, но более простому, или поехать по более сложному, запутанному, но короткому. Сейчас на экране вы видите пример игры. Проблемы у синего игрока начались уже после прохождения первого поворота. В дальнейшем он отчаянно пытался нагнать красного, и какое-то время они шли вровень. Но затем синий игрок неудачно вошел в петлю, что привело к победе красного игрока с более чем внушительным перевесом. Кстати, раньше выпускали гонки на бумаге в виде игр на телефоне. Это было очень круто, но сейчас почему-то перестали их поддерживать. Не знаю, но прям жаль очень. Там можно было соревноваться онлайн с игроками по всему миру. Там можно было проходить всемирно известные трассы, соревнуясь с ботами. И там можно было сделать игру для двоих, трех игроков и просто соревноваться друг с другом. Я не знаю, почему перестали поддерживать данные приложения, потому что мне кажется, это вообще классная идея и хорошее времяпрепровождение. Ну что ж, вот видео и подходит к своему логическому завершению. Что я могу сказать? Что эта игра, по моему мнению, действительно достойна первого места в топе лучших игр на бумаге в клеточку. Потому что да очень много причин на самом деле. Она интересная, она не надъедает, она азартная, она адаптивная, то есть имеет множество вариаций. Она развивает тактическое мышление, то есть думать наперед, продумывать свои ходы как лучше. Стоит ли здесь разогнаться или стоит придержать скорость, а может быть вообще начать тормозить. Ну то есть, блин, это крутая игра. До игры после, ну то есть, финиша. Мы потом еще, наверное, минут 5-10 обсуждали вообще ход гонки. То есть серьезно, мы такие говорим, а вот ты сначала, ты помнишь, помнишь, ты там начал обгонять, а потом опа, ты там не заметил, вписался куда-то или не вписался, вот. Тебя обогнали, но ты там, ну в общем, блин, эта игра оставляет реально живые эмоции. И впечатление как от реальной какой-то гонки. Так что всем ее рекомендую. И хочу с вами, наверное, попрощаться. Всем пока. Играйте в настольные игры, играйте в игры на бумаге в клетчку, развивайтесь. А также не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, комментировать. Я все комментарии всегда читаю. И ждать новых видео. Ну, ждать вам придется долго, что-то я в последнее время редко снимаю. Ну, просто как-то времени нет, но желание огромное. Так что в любое свободное время буду стараться что-то вам записывать. Так что всем пока. Давайте, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok